Приветствую вас. Я думаю, что вы, если перечитаете свой вопрос, да, вы увидите, что, как бы, вот сам запрос, то, что вы спрашиваете, ну, мягко говоря, не соответствует всему тому бэкграунду, который вы написали в, ну, вот, до непосредственно вопроса. И вы же понимаете, что, ну, вот мы вам скажем, стоит писать, объяснить, или не стоит писать, объяснить, и это не решит вашу проблему. Это не решит проблему того, что вы испытываете стыд за то, что делаете. Вы совершаете что-то, и вы этого стыдитесь, вы этого не принимаете. Вы также, ну, не сможете просто отмахнуться от проблемы игнорирования вами некоторых неправильных, ну, с вашей точки зрения, чувств, да. Вы не сможете обмахнуться от проблематики взятия на себя ответственности за других людей, собственно, отчасти отсюда чувство вины возникает. Вы не сможете обмахнуться от проблематики пренебрежения своими чувствами. И это, как бы, все те вещи, которые не решатся ответным на вопрос, стоит ли писать знакомого. Дальше. Существует проблема доверия и некая обида. Значит, ну, то, что у вас не очень доверительные отношения с молодым человеком, это в какой-то мере довольно логично вытекает из характера вашего взаимодействия с ним. А именно то, что вы взаимодействуете, ну, как бы, на такой вот гендерной основе, да, то есть, именно как личности вы не взаимодействуете против защиты этого, довольно значимым, чрезмерно значимым, как мне кажется, остановится вот эта вот история, кто кому что подарил, чтобы вы там приняли цветы, вот, от другого, и неуверенность, ревность молодого человека. С другой стороны, крики вашего молодого человека свидетельствуют о наличии у него достаточно сильного напряжения, которое вряд ли, ну, является чем-то вот недавним, да. То есть, скорее всего, напряжение росло до этого уже. Оно было, и оно никуда не девалось, как бы, оно то столько лишь накапливалось и накапливалось, пока вот не влилось в это, потому что у молодого человека, ну, должно было быть какое-то основание для того, чтобы вас проверить, хоть вы и говорите, что это произошло из-за, там, значит, по причине моей скрытности и плохого настроения, как вы говорите, но ведь скрытность, это же есть недоверие. То есть, понимаете, вы, с одной стороны, говорите про доверие мужчине, а с другой стороны, вы говорите, что я скрываю, только тут вам тоже нужно как-то в этом разобраться, да. Вот. Следующий момент. Это, собственно, некое такое противопоставление того, как вы взаимодействуете с молодым человеком и со знакомым. Если вы присмотритесь, вы увидите, что с молодым человеком вы общаетесь преимущественно, как представители пола, то есть, вы женщина, он, мужчина, и личностного взаимодействия между вами достаточно мало. Тогда как со знакомым вы общаетесь наоборот, как личности, не проявляя себя практически как, ну, вот, представители гендера, то есть, с точки зрения женской, например, модели поведения. Вот. При этом он как бы проявляет себя ну, как мужчина. Вы это проявление не поддерживаете. Из чего я могу сделать вывод, что, вероятно, вы не можете для себя совместить, совместить вот эти вещи, две вещи, что мужчина и женщина могут общаться и как представитель своего пола, и как личность. Вот. Хотя я, конечно, здесь, да, ну, могу ошибаться, я здесь могу быть не прав. А вот. Конечно. Но, тем не менее. Тем не менее. Ну и, значит, это, ну, последнее. Это то, что сейчас вам тяжело на душе. Вот я бы, сказал, что у вас есть некоторые, ну, некоторые, некоторые конфликт. Ну, какой-то вот личный конфликт вы пытаетесь решить, как мне кажется, через, вот, ну, через, вот, данную модель поведения. Ага. И, к сожалению, как мне это видится у вас, ну, не сказать, чтобы получать, к сожалению, это сделать. То есть, если у молодого человека у вас обиды и числа стыда вы испытываете, там, за что-то, да? Вот. То есть, в общем, целом, достаточно все как-то вот проблематично. И я не говорю, я не говорю, что ну, что что-то не решаемо. Это все решаемо. Все решаемо. Все решаемо, все более чем решаемо. Просто образно говоря, нужно, чтобы вы ну, скажем так, изъявили агум свое 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 готовность заниматься с психотерапией. вот, потому что, если, если и пока вы не готовы над собой работать, условно говоря, это что вам говорить вот как раз о возможности какой-то исправить ситуацию наверное нельзя. как раз Вот в принципе то, что я бы хотел вам сказать. То есть, в целом, в целом, получилось, наверное, достаточно неопределенно и, ну, невнятно, что ли, описать свою проблему у вас, как мне кажется, это не обвинение, вы не подумайте из чего плохого, я вас не обвиняю, я просто говорю о том, как мне видится эта история, как мне видится эта ситуация, вот. И я надеюсь только на то, что вы, ну, на то, что вы сделаете какие-то выводы из этого, я надеюсь. То есть, я надеюсь, что вы, ну, что вы захотите разобраться, ну, в этой ситуации, вот. Я надеюсь, что вы захотите поисследовать себя, захотите поисследовать свои отношения с, ну, с, ну, с мужчиной, да, и сам собой тоже, вот, чтобы как-то, как-то вот, ну, лучше понимать то, что вам нужно, то в чем вы нуждаетесь. Вот. И уже тогда, наверное, уже тогда можно будет о чем-то говорить. Вот. Это. Как видится, видится меня? То есть, повторюсь, сейчас нам нужно стараться, на мой взгляд, отойти немножко, вот идея о том, что выбрав, решив, как вы будете поступать со своим знакомым, вы решите свою проблему, нет, вы не решите свою проблему, к сожалению. Потому что ваша проблема, она не связана с тем, как вы поступите в этот статус, вот, такая вот история, такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя, ну исходя из той информации, которую вы предоставили. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам было полезно, надеюсь, что вы сделали какие-то выводы. Вот, я надеюсь, что вас все прояснится. Вот, всего вам самого доброго, удачи и не драйте свои ресурсы на какие-то поверхностные истории, не позволяйте себя отвлекать, да. Вот, и все у вас тогда будет замечательно. Ну а мы вам в свою очередь, если у вас будет желание, конечно же, помогут. Спасибо. Спасибо.